Путешествие, путешествие, путешествие. Если я попрошу назвать самые красивые города России, то, скорее всего, все разом назовут Питер, Москву и Казань. Да, это действительно очень интересные города, но в России есть десятки столиц, которые готовы посоперничать с главными городами страны. Ни слова больше, сейчас мы все расскажем. Куда отправимся в первую очередь? В Великий Новгород. Добавим сразу, что его называют городом-музеем Древней Руси. Здесь сохранились редкие памятники домонгольского периода. Если бы я туда поехала, то сразу бы отправилась в Новгородскую крепость. Она расположена на берегу реки Волхов в историческом центре города. В крепости сохранились старинные фрески и иконы, перестяные грамоты. Посетители имеют возможность прогуляться по шести башням оборонительного сооружения. А после нее посетила бы Владычную палату. Это сооружение построено в 15 веке в стиле кирпичной готики. Владычная палата – самая древняя гражданская постройка на территории всей страны. Внутри нее представлена историческая экспозиция с иконами, драгоценностями, фресками и старинными документами. Перемещаемся в столицу Урала – Екатеринбург. Он основан в 1723 году. После революции город назывался Свердловском. Но в 1991 году городу вновь вернули историческое название. Куда отправиться погулять в таком прекрасном городе? Конечно же, в усадьбу Расторгуевых Харитоновых, в архитектурно-парковый ансамбль на Вознесенской горке. Здания украшены колоннами, треугольными портиками и арочными галереями. При усадьбе есть парк «Харитоновский сад» с живописным прудом. Кто-нибудь знает столицу республики Мариэл? Да? Нет? Даю подсказку. Она основана 4 века назад. И это Йошкар-Ола. Этот город очень активно развивается. Когда посещаешь его, то можно сразу увидеть собственный стиль Йошкар-Олы. Интересно, что город известен еще и как столица архитектурных подделок. Здесь построили Кремль, Баварские замки, набережную Брюки. Кстати, по поводу набережной. Вид на нее открывается с Патриаршей площади. Фасады дому выполнены в готическом стиле и выкрашены в яркие цвета. Выглядит очень красиво. Куда бы вы отправились? В Великий Новгород, Екатеринбург или, может быть, в Йошкар-Олу? Я бы вот поехала сразу во все города. С вами была Александра Савоста, но я не прощаюсь. Мы еще увидимся, поэтому до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин